если противоречие между физиками и лирика старая строчка до что-то физики почете что-то лирики в загоне она где-то из 60-х наверное годов и если не раньше и на самом деле наверное имела большой глубокий смысл и связанные с тем что шестидесятые годы во многом благодаря данному проекту благодаря другим проектам такого рода ракетам точные науки и естественные науки в том числе потянулись за это точные за физикой потянулась биология они стали стремительно развиваться в советском союзе когда если вы помните было были фильмы про ученых много снимались и много да это было очень модно это очень было почетно одновременно по стране происходил оттепель и и на самом деле на самом деле никакого противоречия не было потому что те же самые физики они в конечном счете нуждались в лириках потому что потому что нельзя же заниматься только сплошной наукой нужно заниматься творчеством и и на самом мне однажды когда мне было лет 14 может 15 мой отец известный советский ученый виктор александрович он мне очень хорошо объяснил я тогда стал понимать что нам всюду врут пропаганда в газетах и я уже стал так подрастать и и стал понимать что все что нам рассказывают там газетах правда что это сплошное вранье что нам можно соврать все что угодно и и и я пришел к отцу папа почему вот у нас есть телевизор у нас есть радиоприемник они конечно не такие хорошие как то что ты привозишь из японии но но они есть почему ведь нам же можно просто нас посадить в землянки почему-то я сказал землянки и мы бы там жили и нам бы все рассказывали что это вот именно и есть лучшая жизнь которая доступна человеческому существу и и отец мой мне тогда сказал ты знаешь это из-за Америки я говорю как так из-за Америки понимаешь ну для того чтобы вот как-то там ну я не помню точно как он сказал но смысл был тот что для того чтобы был какой-то хоть какой-то паритет с Америкой который важен был для этого того государства ну необходимо было поддерживать ученых и поддерживать вот этот науки технологии и так далее а это самое свою общую свою очередь тянет за собой создание ну некая свобода мысли какого зоны какого-то культурного свободного духовного и душевного взаимодействия и тогда я стал понимать что фактически ну как и потом я узнал и во всех обществах но в советском союзе ген был заложен прямо внутрь той самой системы которая пыталась управлять так сказать создавать нового человека и вбивать ему в голову всякие догмы что ген разрушения был заложен в собой этой системе она должна была конкурировать с западом и это собственно и привело к тому что неизбежно воспроизводили свободы мыслящие люди а как раз вот эти физики в общем смысле они и и тянулись к лирикам вот поэтому я не думаю что здесь есть большое противоречие есть очень глубокую общность я на самом деле хотел не быть поэтом и писателем и опять же в том же самом разговоре с отцом в другое время но приблизительно может даже пораньше чуть-чуть он меня стал спрашивать кем ты будешь неожиданно пришел говорит ну что пора взяться за ум и подумать с кем ты будешь и куда ты пойдешь и тогда я ему и сформулировал ты знаешь пап я конечно в общем больше склонен к гуманитарной деятельности но если я буду заниматься гуманитарной деятельностью на сто процентов честно я в этой стране сяду в тюрьму а я не хочу в тюрьму поэтому я буду ученым и и вот был такой разговор мой отец потом мне говорил что это был он был очень удивлен что у меня был такой очень прагматичный взрослый анализ ситуации заведомо не хочу я сидеть просто заведомо да да заведомо не хочу дальше я провел некое отчисление дальше тоже было интересно потому что я стал ему говорить что ты понимаешь вот ну конечно математиком я быть не могу у меня просто не хватает мозгов на то чтобы быть математиком значит остается но я тогда про географию геофизику про все это не знал существуем толком но остается химия биология и физика ты мне сам говорил что физический факультет ну биологический там был лысенко и всякая такая вот вредоносная и до сих пор что-то там не получается что пойду я на химический учитывая что папа был химиком и он все время говорил очень хорошо именно химическом факультете тут уже у меня было конечно наведенное такое понимание выбранного жизненного пути но всю жизнь я я как-то думала о том что я любил время от времени меня пробивало на то чтобы писать стихи на то что писать какие то есть не рассказы то уже более позднем времени воспоминания и когда у меня родилась первая дочка я точно решил что она будет поэтом вот она была еще микроскопическая ну просто а я сидел я и читал свои любимые стихи идешь на меня похожий глаза устремляя вниз вот или опускай я сейчас забыл ну и все думали что я с ума сошел а она стала поэтом и писателем нано это хайп или это нужно и применимо ну конечно это нужно и применимо и это не хайп в том смысле что если под хайп подразумевает то где ничего нету в принципе это целый спектр технологий ну я собственно занят применением этих технологий в медицине и конкретно фармацевтической медицине фармацевтике вот и в моей области использование наночастиц или материалов наноразмерного наноразмерных материалов оно дает множество принципиально других возможностей которые невозможно было получить до того и в частности в области доставки лекарств нужно доставлять нерастворимые соединения далеко в клетку в опухоль в мозг в отдаленные органы с помощью очень маленьких частиц собственно размер тут играет роль только по нескольким причинам во-первых размер обеспечивает очень большую проникновение в том числе проникновение в клетки по механизмам которые существуют клетки для закладывания вирусов закладывания бактерий они все объекты такого наноразмерного диапазона особенно вирусы и это один момент а второй момент он связан с большой очень поверхностью и эта поверхность дает возможность фактически прилипать туда куда нужно грубо говоря и не прилипать и вот эти процессы прилипания не прилипания в том числе прилипания с узнаванием определенного типа скажем клеток они принципиально тоже важны для этой технологии ну и в результате развития нанотехнологий ну грубо говоря на протяжении 30 последних лет сейчас есть продукты на основе нанотехнологий которые используются фармацевтики продукты уникальные и эти технологии вошли естественно в практику хайп естественно когда у вас возникает что-то очень хорошее то тогда появляется большое количество людей они говорят что мы с помощью вот этого очень хорошего решим все проблемы человечества и поэтому любая хорошая идея она проходит стадию хайпа а потом так все немножко устаканивается и уже все это выходит в практическое русло ну в частности именно нанотехнологии причем такого типа как мне когда-то приходилось начинать развивать еще в СССР они используются для определенного типа рнк вакцин против коронавируса и я такую вакцину в себя вколол так же как некоторые другие люди сделали в 2010 году вы основали в мгу лабораторию химический дизайн вина на материала как получается сочетать работу в разных странах это 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 сложный вопрос потому что в разные периоды по-разному получается сочетать я не просто в 2010 году основал эту лабораторию не на пустом месте дело в том что в 2010 году начали программу мегагрантов так называемую и я был одним из ну вот в первой группе мега мегагрант я был первый химик который получил этот мегагрант а мегагрант был как раз направлен на создание лаборатории в России и скажем около 15 лет грубо говоря с 95 по 2010 год я фактически работал исключительно в Америке хотя сотрудничал с учеными из России в разных областях за несколько лет до того умер мой отец и мне как-то стало очень ну так вот ну одиноко и тоскливо потому что когда он был в России то я чувствовал что ну мы как бы покрываем два континента и две страны и чувствовал вот эту глубокую связь а вот когда я его не стал я сильно затасковал ну к этому еще добавлялось то что у меня мама живет в России в Москве под Москвой и тут я получил этот мегагрант и поэтому у меня были очень большие надежды на этот счет и довольно сразу быстро я понял что работа в России гораздо медленнее в моей области опять же это очень сильно зависит от области ваш вопрос в моей области гораздо тяжелее гораздо медленнее из-за отсутствия ну фактически окружения которое необходимо для работы в области медико-биологических особенно экспериментальной медицинской науки и фармакологии и так далее но у меня было ощущение что да действительно я может быть потеряю в темпе я упускаю что-то в Америке это очень конкурентная область я торможусь может быть я не достигну каких-то вот таких высот которые я бы мог бы достичь если бы сейчас этим не занимался но у меня было ощущение что я делаю это надолго что я участвую в возрождении как бы научной науки страны и у меня был вот этот очень большой подъем и сочеталось тяжело но сочеталось но потом многие вещи стали происходить в мире и и в науке и в обществе и конечно уже ощущение работы на будущее в какой-то момент сменилось с некоторым разочарованием разочарованием именно направление которое выбрала Россия в своем движении но я тогда себе продолжал говорить что я делаю то что я делаю и вне зависимости от обстоятельств я просто делаю это вот для тех людей которые там есть и вот так я эту работу сочетал и продолжаю сосчитать ну и в последний период ну это в общем становилось проще это становилось сложнее становилось сложнее в том числе из-за каких-то дополнительных политических моментов связанных уже и в последнее время с тем что ну просто такие американцы стали смотреть очень с большим неприязнью или подозрением не ученые естественно американское правительство на вот эти мегагранты в основном это направлено как бы против Китая но Россия здесь тоже цитируется естественно и все эти вот эти работы на две лаборатории стали гораздо гораздо более сложными то есть если бы это была бы например ну Франция то было бы наверное гораздо проще или даже ну и какая-то другая страна ну а в последний год в связи с коронавирусом это еще больше усложнилось с одной стороны мне как члену российской академии ну да и удается разговаривать и давать какие-то ну беседовать участвовать в каких-то встречах которые проводятся и делать доклады в своей области связ я стал заниматься вещами связанными с коронавирусом но с другой стороны вот действительно у меня ощущение движения в тени потому что на таком расстоянии без того что туда ну прилететь я раньше прилетал каждый минут второй месяц я не могу сдвинуть какие-то вещи но это общее ощущение торможения связанное с общей пандемической ситуацией как нано-медицина помогает в борьбе с ковидом я начал давать ответ ну фактически я говорил о том что для того чтобы доставлять РНК и в клетку для того чтобы РНК могла там прочитаться в живой клетке вот у нас тут колоть ее она же просто так не войдет в клетку это большая отрицательно заряженная молекула она довольно быстро разрушается ферментами в организме она не очень стабильная и поэтому ее нужно во что-то упаковать вот этими задачами упаковки я как раз и увлекся в Советском Союзе в конце в последние предперестроечные после ну перестроечные годы и мы тогда предложили технологии связанные с конденсацией ДНК и упаковки ее в нано-частицы для доставки в клетку ДНК РНК я стал заниматься гораздо позже но приблизительно такого типа технологии тогда стали взрывным образом развиваться как часть нано-медицины и один из подходов заключался в том чтобы упаковывать ДНК с помощью липидных молекул и в такую маленькую частицу то есть в общем один класс такой разные классы одного и того же и вот таким образом ДНК и доставляется сейчас РНК простите я говорил с РНК вирусной и доставляется как раз сейчас в клетке в вакцине то есть это фактически десятки тысяч людей прививаются нано-технологическими вакцинами это вот один пример ну чтобы рассказать вам о каких-то других вещах я вам в самом начале упомянул что многие лекарства просто очень плохо растворимы и к сожалению многие противовирусные лекарства плохо растворимы и поэтому вводить их через рот ну фактически очень-очень сложно их вводят через кровь например индезивир вводят через кровь и для того чтобы его растворить туда добавляют очень большое количество растворяющего агента эти растворяющие агенты не улучшают путешествие молекулы в организме на самом деле вирус нам попадает в верхние верхние дыхательные пути сначала вот так распространяется и естественно через кровь или даже перорально молекулы доставить верхние дыхательные пути крайне тяжело нужно очень много этих молекул ввести так что они оказываются токсичны и возникает задача доставки молекул противовирусных соединений в виде аэрозоля мы это довольно быстро поняли и стали разрабатывать наночастицы которые можно доставлять в виде аэрозол и вот вам пример использования нанотехнологий для доставки лекарства для лечения вируса на самой ранней стадии пока вирус еще не спустился глубоко в легкие но надо доставлять его не только конечно в верхние дыхательные пути но и в нижние и вот на этом мы сосредоточились в последние в последние месяцы в последние девять месяцев и